Мирная революция неэффективна. Если бы в Беларуси мирные протесты не были бы такими мирными, то у Лада изменилась бы еще в жизни. С этими тезами выступают сегодня некоторые прихильники пирамид в Беларуси и их симпатизаторы с замежи. Но эти соправды – это так. Эти соправды – протесты в Беларуси выключено мирные. Если марши в Минске были на видовок для всего света, спробы пирамид в регионах набывали разностранные формы. Как эти сценарии могли загулять во масштабах всей страны? Про это в сегодняшнем выпуске передача «Счера кажучи» мы поразважаем с непосредными удельниками региональных революций. С вами Вольга Ратмирова и сегодня у нашем выдании. Не пользуемся магазинами типа «Евроопт». «Евроопт» – это кошелек семьи бывшего президента. Все, наверное, просто ждали, когда протестующих уволят и ровненько занять их хлебные и прибыльные места. Это то, что поставит наши мозги на место, грубо говоря. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Жнивне сразу после выбора у 14-тысячной жабинцы, что в Берестейской области на пику, протестовала пятая частка города – до трех тысяч жихаров. Это рекорд протеста в Беларуси по отсотку жихаров насели на пункту. И на вот один милициант-подполковник 14-го Жнивня раздавал женщинам кветки. В результате это было выключением с правилой, как и в других городах Беларуси. В первые дни после выбора протесты у жабинцы милиция жорстко разгоняла с использованием специалистов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Некоторые жабинковские протестовцы отказывали милициантам к киданию их коктейля в Молотова. Позднее одного школьника осудили по криминальной справе. Площение сенсационной протестовости Жабинки – это город-подорожник Берестей и миновида отсюда родом одна из жнивенских охвяров силовиков – Геннадь Шутов, которого забили у Берестей. Побунтовал мясцовый цукровый завод, его прационные промаршировали 13-го Жнивня до Жабинковского райвы Конкамы и покинули там свои потребования. Вызвали затриманных и признать выборы 9-го Жнивня несоправными. В разнекольких дней жабинковские протестовцы домоглись, когда их вышел старшиняр и выконкам Виталь Кулак и довели ему персонально потребование слисти в отставку. Чиновник отмолился, не были надрукованные отказы жабинковских уладов на потребование в местной районной газете, как настоивали протестовцы. Уходи! 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 Шутова стала другим по революционности областным центром «Пасля Городни» про часовую перемогу революции, о которой мы рассказали у одной из опошних передач «Чиро Кажичи». Протесты были штуденными тягом двух тысяч дней после выборов. На пику в центре Берестя протестовало около 30 тысяч человек. Опошняя массовая акция «Колькостью 10 тысяч протестовцев» прошла 23-я Жнивня. Отметностью марша в Бересте стало то, что среди протестовцев было вельми шмат дужих мужчин у тельняшках, былых десантников. У один из протестовых жнивеньских дней группу с 70 ветеранов-десантников начали был командир 38-й Берестейской десантной бригады Валер Сахашчик. В результате перемога с местными силовиками и протестовцами ему удалось погасить широк конфликтов и домохнуть вызволение большей части затриманных земляков. У меня в Брестском ОМОНе служит несколько моих воспитанников. У меня в Брестском ОМОНе служит мой крестник. У меня очень тяжелый диалог с этими людьми сейчас. У самым лидерским по протестах областным центром Беларуси Гародни сбиралось одночасно до 40 тысяч мест и шоу. Активными протестами были и в Городянской области. Причем у людей до протестовцев долучились даже несколько милицейских экипажов. А с местного Гараусу после выборов сошли у отставку около полтора десятка сотрудников. Про это сообщение у один из их командир роты ППС Юрий Махнаш в публичном видеозвороте. В настоящий момент, уважаемые сотрудники милиции, уважаемые граждане Республики Беларусь, мне стыдно носить погоны сотрудников органов внутренних дел. Лучшие годы своей жизни я отдал службу в органах внутренних дел. Я никогда не мог подумать, что так обернется. Как признаются, например, протестовцы из еще одного города на Городянщине Новогрудку их у вынику банально запужали. И публичный протест переутворился в подпольные. Многие работают на предприятиях, где их угрожают увольнением. Матерям угрожают забрать у них детей. Протесты приобрели совершенно другую форму. Люди в нашем городе, слышу от многих, что перестают заправлять свои автомобили на автозаправке «Беларусьнефть», прекращают покупать в магазинах определенные бренды. Коммуналку народ стал платить как-то так, это нерегулярненько и не в полном объеме. Стараются до последнего ее не оплачивать. Мы пользуемся магазинами определенного толка типа «Евроопт», потому что, ну, не секрет, наверное, все слышали, все знают, что «Евроопт» — это кошелек семьи бывшего президента. Чтобы экономически не поддерживать нашу торговлю, я питаюсь личного подсобного хозяйства. На Миншчине самый протестовый город — это Солигорск. Именно на тамтейшем «Беларуськалии» теперь больше за все страйковцев из всех беларусских предприятий. Тут у стачки берут удел около ста человек, рассказали, широкажившим страйками «Беларуськалию». Но, что правда, это очень маленькая часть от огольной количества працованных на предприятии. Всяго працует 15 тысяч человек. К сожалению, ну, может быть, кто-то не разделяет мою точку зрения, но, к сожалению, на сегодняшний день стоит отметить несильную активность наших шахтеров, наших мужчин, лишь по одной простой причине, что, когда они вышли, все ждали только каких-то действий от шахтеров. Но наш город — это не только шахтеры. Наш город — это много других предприятий. И все, наверное, просто ждали, когда протестующих уволят и ровненько занять их хлебные и прибыльные места. Сейчас все просто заняли выжидательную позицию. Вдруг все обойдется, но только без нас. Один из солигорских страйковцев, Александр Кушина, уличить страйк самой пленной формой протесту. Але уладам удалось разъеднать шахтеров запуживаниями и уговорованиями. Люди испуганы, многие здесь работают поколениями. Для многих этот город и это предприятие — это одно и то же. Для многих это тяжелый шаг. Конечно, страх. Страх и действия властей, которые на сегодняшний день увольняют, признают судом незаконную стачку. Вот эти действия останавливают остальных людей от вступления в стачку. Что до других областных центров в Беларуси, то в Могилеве Гомеле рекордно выходили на протесты уже не по 10 тысяч человек. В Витебске — пять. Политичный обрядальник Пётр Кузняцов с Гомеля доводит, что протестовать в регионах куда больше небеспешно чем из-за столицы. В регионах в дельниках протеста на шмат хучей знаходят правоохранники. И на шмат больше от соток в дельниках протеста, чем в столице подвергается репрессиям. И я шмат с кем разговляю об этом не только с Гомеля, но и с Ажлобином с людьми, кто протестовал, например, с Речицей, с Рогачевой. Ну и шмат хто каже, что просто самые такие идейные, там и вельми мощно мотивованные и настроенные. Сейчас все равно протягивать протестовать, а уже не у себя в маленьких городах, а просто ездить в Менце. Зато в Миновитах и ГТ регионы вылучаются резонансными подеями протесту. Так, сыны самого старшиня Витебска Гарвиканкаму опынулись и сярод затриманных и осудженных протестовцев. Правда, властники рауни города заховывают и протягивают заховывать молчание на конт политических падений. По сути, все свелось к тому, не пересказывая наш разговор, что он говорил, что а что мне говорить? Что я могу сказать сейчас в данных обстоятельствах? Если вы понимаете, о чем я. Развивать мысли я это не буду. Что я могу сказать? Сказать мне нечего. Поэтому выйти и помолчать я могу, конечно, но какой в этом смысл? А гурт с Рогачева, что на Гомельщине Торбенд створил самые известные революционные песни этого лета и осени. Мы небыдло, стадо и трусы. Мы живой народ. Мы белорусы. Подробнее про специфику протеста в регионах мы, гутором в сегодняшней студии передачи «Счера Кажучи» с бывшим наместником директора Жлобинских электросеток Натальей Чавускиной и Змитером Чавускиным, который до недавнего времени работал на этом предприятии начальником отделу социального развития. Как менялись постановки с тягом часа и аккуратно перед выборами? Ну просто начали больше рассказывать о том и напоминать людям о том, что вот у нас впереди такая серьезная политическая компания, что люди должны быть готовы, они должны активно участвовать в ней, они должны сходить на выборы, отдать свой голос за предпочитаемого кандидата в президенты. Те казали конкретно за кого голосовать и калит? Ну открыто так никто не говорил, но предпочтение отдавалось, конечно же, тому, чтобы люди сходили и проголосовали досрочно. Каким членом прошли выборы на вашем участке, кто на им перемог? Тихановская победила на нашем участке. Люди отдавали предпочтение именно основному дню голосования. Но надо понимать, что наш участок небольшой и что работающих там тоже не очень много, в основном это люди предпенсионного и пенсионного возраста. Они любят прийти именно в основной день голосования, потому что у нас работает буфет, потому что праздничная атмосфера. Отримливается, что первоважно люди стало взрослым, выбрали своего президента на вашем участке и им стала Тихановская. За Тихановскую у нас было почти в два раза больше голосов, чем за Лукашенко. К нам на участок пришло 399 избирателей, 121 голос был отдан за действующего президента на тот момент, и 221 голос был отдан Тихановской Светлане. А коли вы решили, что вы будете решить правильно? То, что мы будем относиться к этой кампании не так, как и ко всем остальным, это стало ясно летом, когда была активность такая у людей, когда у людей была потребность какая-то. И на участке 9 числа было очень много людей, которые просили нас посчитать правильно. Вот именно это слово было сказано, посчитайте вы наконец-то правильно. Какие установки вам доводились после выбора, когда начались страйки и протесты? Установка была одна, что мы аполитичны должны быть, потому что это серьезная отрасль. И если здесь начнутся забастовки, то очень многие пострадают. Это пострадают люди, которые находятся в больнице, дети в школах, но все-таки это энергетика. И поэтому выражать свое, скажем так, согласие или не согласие, свою какую-то позицию предлагалось, конечно, не на предприятии, скажем так. Вам это кто доводил? Нам не надо было об этом говорить, мы сами это прекрасно понимали. Это понимало и руководство, это и понимали начальники отделов. В самом начале, конечно, когда все это произошло, хотелось бы, чтобы это не затронуло ни предприятия, ни работников предприятия. Не затронуло вот то, что потом случилось, например, с нами. Я не могу сказать, что я жалею о том, что я пошла на этот марш. Но то, как потом было это все представлено, после этого марша, где мы были абсолютно, скажем так, неактивны, нам сказали, что мы радикально настроены. Выйти в свой город, чтобы посмотреть, что происходит, чтобы понимать, что происходит вообще в стране, и стать радикально настроенными, отсидеть сутки. Как-то это ненормально. Мы были вообще политичны, но ситуация с людьми, то, как с ними поступали. Мы были свидетелями, и мы знаем, и наши коллеги рассказывали, как их били. То есть, ну, конечно, на нас это поразило впечатление. Ну, как бы, это была такая наша воля изъявления. И мы поучаствовали, вот, ну, не знаю, как назвать, марш, допустим, этот был. Хотя перед этим, при встрече нашего председателя Росполкома и начальника милиции, они заверили буквально за день до этого, что вы можете ходить все беспрепятственно, то есть выражать, ну, какое-то там свое мнение. Как написал наш судья у нас в протоколе, что именно эта мера пресечения позволит нам осознать свою ошибку. Вот как-то так. Смысл сказанного. В постановлении. В постановлении, да. То есть не штраф какой-то минимальный или максимальный, а именно административный арест. Это то, что поставит наши мозги на место, грубо говоря. Киноконт, праца, которая проводилась сразу после митингов, вы все-таки свои коллективы избирали для этой размовы? Через несколько дней после выборов в одном из наших подразделений, в самом крупном подразделении, это Ждлобинская ТЭЦ, люди собрались, поехал не только руководитель наш, поехал еще председатель правкома, пригласили меня. Человек 40 было, по моим подсчетам. И они хотели поговорить с руководителем, что происходит в стране. Вот мы немного с ними поговорили, поговорили про выборы. Был вопрос, можно ли нам в нерабочее время выйти и выразить свою позицию. Ну, я не знаю, почему я. Наверное, может быть, я быстрее отреагировала от других. Я сказала, что то, что сейчас происходит в стране, вы можете просто пострадать. Поэтому мой вам совет, может быть, и не стоит таким образом, потому что вы пострадаете. Например, для меня был страх после разговоров с нашими людьми, что их избивают. А чего потребовали люди, до которых вы приехали? В принципе, потом то, что они просили, мы и сделали. Они попросили у председателя правкома написать письмо, в котором будут изложены их требования. Ну, требования на тот момент вы все помните, какие были честные выборы и так далее и тому подобное. И в письме председателя правкома было одно из требований, что люди не могут быть уволены с работы по политическим мотивам. Коли вы доведалися про свое извольнение, и с какой формулевкой это было сделано? После отпуска и больничного мы заболели коронавирусом, вышли на работу и нас тут же ознакомили с протоколом неочередного заседания комиссии по противодействию коррупции. И решение этой комиссии было следующим. У нас с супругом они обнаружили вероятность возникновения потенциального конфликта интересов. Вот это дословно. И комиссия рекомендовала принять директору меры в соответствии с действующим законодательством. Потом выяснилось, что накануне этого заседания было письмо от начальника местного ОВД, в котором нас назвали радикально настроенными, и сомневались, что мы, такие вот радикально настроенные, можем вообще занимать эти должности. Он предложил рассмотреть возможность снять нас с этих должностей. Супродение, коррупция, конфликт интересов и радикально настроенные ягоды все вяжутся. Ну, у них это связалось. Это все попало в наш приказ об увольнении. Да, это все связалось в приказе. В приказе огласили причину нашего увольнения, и привели доводы из письма начальника милиции, который дал характеристику в отношении нас и который рекомендовал уволить нас с наших должностей. И какие были опошенные ваши слова, что вы сказали своему кировнику? У нас не было ни спасибо за вместе отработанное время. Я сказала, до свидания. Я послушала, что мне сказал руководитель, руководитель сказал, ну вот так получилось. Даже он сказал, вам повезло, вас уже уволили, а мы вот остаемся, у нас здесь много проблем, мы будем их решать. Ну, я сказала, все понятно, до свидания. О том, что мы пойдем в суд, о том, что мы будем освещать эту ситуацию, он знал с самого начала, я постоянно об этом говорила. А что он имел на увазе за проблемах? Это еще и другие опрационы, которые радикально там настроены, эти что? Ну, у меня нет официальной информации о том, что есть давление на людей, но я знаю от многих людей, что давление на предприятиях сейчас есть. Все люди, которые где-то попали в какую-то историю, так вот как мы, допустим, отсидели на сутках, или по ним составили протокол, или они участвовали в каких-то других мероприятиях. Надо, чтобы эти люди не работали больше на государственных предприятиях. Вот есть такая устная установка. Это неофициальная информация. А у нас есть великая черва ожидающих працевать на этих предприятиях? Ну, например, в нашем городе, я думаю, что есть желающие, потому что хорошая зарплата. Сколько был ваш заработок? В среднем до 2,5 тысяч. А у вас? У меня до 1,8 тысяч. И сейчас вы выбираете сесть в суд? Мы уже написали исковое заявление и отправили его в суд. И чего потребуется? Восстановление на прежнем месте работы. Потому что считаем то, что произошло с нами, это незаконно, это несправедливо. Какие настрои после выборов понаваливались на ваших электросетках? Разочарование однозначно было. Потому что большинство людей, я уверена, проголосовали за перемены. Официальные результаты выборов, конечно, не устроили практически никого. Например, я могу судить только по своему участку. И когда я услышала официальное 80%, меня это удивило. Потому что мы общаемся не только у себя на предприятии, мы общаемся в других каких-то местах, у нас много знакомых. И именно 80%, я думаю, это было первое разочарование. Ну а последующее разочарование, уже все забыли про 80%. Это был просто шок. Для меня это был шок. Для меня до сих пор шок. То, что произошло в первые дни после выборов. Ну и у людей, мне кажется, появился страх. Особенно после того, как нас уволили. Все это обсуждают где-то внутри, по кабинетам. Ну и как-то люди стали бояться, что если они видят, что уволили руководителя, скажем так, абсолютно ни за что, то с простыми работниками. Это был как-то показальный адрес больше. Я думаю, в этом была и в этом смысл был. Показательная опорка. У людей нет возможности выразить свой протест. Во всяком случае, в маленьком городе. Если первый марш у нас собрал пять с половиной тысяч, то последующие выходные, это было намного меньше, а теперь в жлобе не вообще нет никаких маршей. Потому что невозможно собраться. А протест, и он сгас, сник, и он набыл просто некие партизанские подпольные формы. Может, он и стал партизанским, я про свой город говорю. Но то, что активнее стали люди проявлять себя в социальных сетях, это да. Появилось много всяких аккаунтов. И там начали люди активно прислать фотографии, устраивать какие-то акции. И это есть. Но выйти на улицу люди боятся. Практически все люди возмущены происходящей ситуацией. Практически все. 99%? Да. И люди просто боятся. Особенно это проблема маленьких городов, проблема трудоустройства, проблема тебя все знают, проблема тебя видят. Ты сразу попадешь на сутки или на штраф. А какие настрои пануют зараз у администрации района? Для них ничего не изменилось. Та же подписка, те же лотереи. Это позиция страуса. Они были напожены у Жнивни, у Верасни? То, что они сейчас делают, они делают для того, чтобы остаться на своих рабочих местах. Только для того, чтобы удержаться на своих местах. Дякую за «Счирое утро». Вам спасибо за то, что пригласили. Черговые допыты ключевых участников актуальных политических событий в программе «Счиро кажучи» вы можете посмотреть так само на Smart TV и в группах Белсату на Ютубе, да и в социальных сетках.